Всем-всем привет! В своих видео я уже не раз затрагивала тему денег, не раз показывала и говорила о том, что цены на продукты в Москве не слишком сильно отличаются от регионов, и даже на многие продукты цены меньше, особенно если говорить о овощах или фруктах. Но при этом в комментариях достаточно часто происходил спор, сколько все-таки стоят услуги в Москве, и неужели они действительно дороже, чем услуги в регионах. Сегодня мы не будем с вами разговаривать про продукты, я лишь расскажу цены на определенные услуги в Москве. Если тебе уже стало интересно, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А мы начинаем. Действительно ли услуги в Москве такие дорогие, да и вообще, что почем? Во избежание разных недомолвок следует сразу же отметить, что, во-первых, услуги в Москве могут стоить очень много и очень мало. Да, в Москве можно найти клиники как премиум класса, так и эконом класса, но сегодня в видео я буду брать среднюю цену или даже ближе к эконому. То есть невысокий класс и даже чуть ниже среднего. И я решила начать, наверное, с одних из самых страшных по цене услуг, с которыми сталкивался наверняка каждый из нас. И это стоматологические услуги. Лечить зубы это, в принципе, недешево. И очень многие люди откладывают лечение на потом именно потому, что знают, если ты пойдешь к стоматологу, то должен оплатить огромную сумму денег. И попросту люди терпят до последнего. Утверждение, что в Москве поход к стоматологу выйдет по огромную сумму денег, в принципе, правдив и достаточно честен. Вам может немного повезти, если вам, например, нужно вырвать зуб. И очень хорошо, если этот зуб будет не зубом мудрости, не каким-нибудь сложным. Тогда в этом случае вы сможете отдать от 2,5 тысяч рублей. Если вам нужно будет уже вырвать зуб мудрости, если там будет много корней или он будет каким-то тяжелым, то, в принципе, удаление такого зуба может обойтись в 6 тысяч рублей. Я совсем недавно удаляла зуб мудрости, и мне это обошлось совершенно обычной клинике в 6,5 тысяч рублей. И это с анестезией. Если у вас какие-то заболевания, зуб требует лечения, вам нужно поставить коронку, сделать еще хуже имплант, или вы вообще собираетесь поставить брекеты, то вам нужно запастись очень большой суммой денег. Ну вот прям очень. Например, установка брекетов на одну челюсть обойдется от 150 тысяч рублей. И это в лучшем случае в нормальной клинике не в самой дорогой. И это только одна челюсть. И потом еще плюс к этой сумме, и в будущем вам придется отдать деньги за снятие этих самых брекетов. Имплант тоже не самое дешевое удовольствие, которое в среднем стоит 60-80 тысяч рублей. И это не самые лучшие импланты, то есть не самые дорогие. Ну а лечение одного зуба может смело доходить до 15-20-30 тысяч рублей. И это без установки коронки. Если вам нужно еще потом сверху будет ставить какую-нибудь коронку, то это еще дополнительно 20 тысяч рублей. Итого, один зуб лечения может спокойно выйти в 50. Думаю, теперь понятно, что люди не просто так боятся похода к стоматологу. Не из-за того, что там тебе будут рвать зубы, а из-за того, как тебе будут там рвать кошелек. Следующее, чем одинаково пользуются и мужчина, и женщина, это услуги прихмахера. Если мы будем говорить о самых дешевых стрижках, то действительно можно найти какой-нибудь салон или прихмахерскую возле метро, где мужчин подстригут за 200 или 300 рублей. С женщин же сумму возьмут куда больше. Но согласитесь, что и те услуги, которые вам окажут, они будут такого себе уровня. Если пойти в прихмахерскую в Москве, которая будет хотя бы в среднем сегменте, то женская стрижка обойдется примерно от 2000 рублей на короткие волосы, и дальше стоимость будет увеличиваться. Если говорить про мужскую стрижку, то в среднем цена будет 800-1,5, то есть не больше. Но это опять же, если мы с вами говорим лишь про средний сегмент, потому что если брать сегменты премиум класса, то там, конечно, мужские стрижки могут стоить намного-намного больше. А вот окрашивание будет стоить от 3 до 8 тысяч, и как я уже говорила ранее, это будет не в самых дорогих салонах. Если продолжать тему красоты, то дальше у нас начнется маникюр. И если мы говорим про самый обычный маникюр, то в среднем он будет стоить около 1000 рублей. И это как минимум. Если мы говорим про наращивание, то здесь уже цена будет от 2000 рублей, и это в лучшем случае, и доходя до 3,5-4. Следующие люди, и обычно к ним не слишком часто обращаются в регионах, но когда ты живешь в Москве, сталкиваешься с огромным количеством каких-то мошенничеств, то их услуги здесь очень и очень популярны. Поэтому я не могу их обойти страной, и это юристы, адвокаты и прочие специальности, которые, собственно, борются за ваши права. И устная консультация в Москве будет стоить примерно 2-3 тысячи рублей. И это в два раза больше, чем в среднем по России, потому что средний ценник в России на услуги на устную консультацию это 1000 рублей. Письменная же консультация будет стоить 5000 рублей. Если вам нужно составить какие-то документы, в том числе экспертные заключения, это будет вам стоить 8 тысяч рублей. А вот если вам нужна защита по уголовным делам, то специалист вам обойдется в 73 тысячи рублей. И сумма действительно немаленькая. В принципе, почасовая ставка у данных юристов в Москве это примерно 5000 рублей. И в принципе, юристы тоже должны хорошо зарабатывать. Но учитывая то, что в Москве их сейчас слишком много, и спроса намного меньше, чем предложений, поэтому их цены еще не самые высокие. Хотя, если обращаться к супер-пупер-профессионалам, то там, конечно, ценник будет в 3, а то и в 4 раза выше. А теперь поговорим немного про персональные занятия. Репетиторство, тренер, психолог, все что угодно. В среднем все они начинаются от 2000 рублей за час. И это в лучшем случае. Это прям в самом минимальном. Да, вы можете найти себе педагога или тренера, который возьмет меньше. Будь то полторы или 1600, или может 1800. Но хороший средний специалист такие суммы брать не будет, и он будет брать намного больше. Именно поэтому в большинстве клубов стоимость часа занятия с тренером начинается от 2600. Поэтому психологи, средние психологи, неименитые, без какого-то своего имени берут за час консультации около 2500 рублей. И это еще как минимум. Репетиторы, будь то иностранные языки, математика или что-то еще. Это все стоит в среднем от 2000 рублей за час. Да, вы всегда можете заплатить меньше и найти специалиста, который будет просить с вас меньше денег. Но в этом случае я советую вам всем убедиться в качестве предоставляемых вам услуг. То есть, по сути, любой человек, который будет оказывать вам какие-то услуги, и вы перед этим человеком будете ставить слово персональный, персональный тренер, персональный репетитор, персональный кто-нибудь еще, это все в Москве начинается как минимум от 2000 рублей. И кстати, о репетиторах, а точнее о детях, а еще точнее о нянях. Няня в Москве это довольно популярно, и многие семьи имеют нянь, но дело в том, что это не дешево. И в среднем зарплата одной постоянной няни в месяц это 45-50, а то и 60 тысяч рублей. Ну и плюс к этой же сумме еще можно прибавить дорогу, если надо ребенка возить на какие-то секции, или куда-нибудь еще откуда-нибудь его забирать. Ну и какие-то дополнительные траты. В общем, няня в Москве это действительно дорого. Для сравнения, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях в вашем городе, сколько стоят услуги, например, стоматолога или персонального тренера. Ну или кого-нибудь, кого я назвала в этом видео, потому что очень интересно посмотреть на разницу. И у меня есть, например, цены в том же Новокузнецке, но они достаточно старые и уже очень и очень устарелые. И мы с вами в комментариях точно сможем посчитать, какая разница. Прожив 5 лет в Москве, я действительно могу сказать, что да, услуги здесь намного дороже, продукты чуточку дешевле, либо в принципе ровно столько же, сколько и в регионах. И зарплаты, да, вы можете сказать, что зарплаты выше, и логично, что стоимость услуг выше. Но то, что твой уровень жизни в Москве повышается, и ты чувствуешь, что ты можешь позволить себе больше, это ощущение продолжается ровно до той поры, пока вы не заболеете, пока у вас не произойдет что-то с зубом или вам срочно не потребуется врач. Как только вы с какой-нибудь зубной болью или с чем-то придете в стоматологию или к любому другому врачу, если это мы не говорим о бесплатных поликлиниках, то вы получите такой счет, который вы, конечно, выплатите, потому что вы должны будете, но на какое-то время потом вы забудете про свою комфортную жизнь и про то, что уровень жизни у вас в Москве вдруг повысился, потому что он очень редко понизится. Болеть здесь действительно дорого. Лекарства здесь чаще всего стоят дороже, чем в регионах. Это я тоже говорю лично по своему опыту. Получать любые услуги со страны, начиная от прихмахера и заканчивая каким-нибудь юристом, намного дороже. Так и получается, что ты здесь живешь, работаешь, все вроде бы хорошо, но стоит тебе заболеть, и ты понимаешь, что все здесь не так хорошо. И многие приезжие начинают искать в каких-то соседних городах стоматологии или каких-то врачей, чтобы пройти обследование. Стараются сдать анализы где-то в другом городе, потому что в Москве это слишком дорого. Ну или максимально пытаются найти какие-нибудь связи, чтобы им сделали скидку. Сейчас многим может показаться, что я рассказываю только о чем-то плохом, намекая на то, что сюда не нужно переезжать. Да, здесь действительно дорого, но согласитесь, сколько вы зарабатываете в большей степени зависит от вас. Как вы общаетесь, какие у вас навыки, как вы ищете работу. Потому что любой человек в Москве, это я вам могу сказать честно и откровенно, может зарабатывать больше, чем он сейчас зарабатывает. Но для этого нужно пользоваться какими-то возможностями. Нужно знакомиться с незнакомыми людьми, искать какие-то связи, спрашивать про работу. Выходить из зоны комфорта и постоянно быть в поиске, пробовать что-то новое. Ходить на различные собеседования, искать должность с какими-то лучшими условиями. Но обычно, когда человек сюда приезжает, он попадает в такой кокон, где он находит работу, находит квартиру. И в принципе у него есть деньги, которых ему плюс-минус хватает на месяц жизни. А на следующий месяц он еще заработает. То есть вроде как откладывать не получается, но на месяц денег хватает. И так человек закрывается в этом коконе и в принципе вроде бы все хорошо, зачем двигаться дальше. А потом сталкивается с какими-то проблемами и начинается, что в Москве все плохо, зарплаты на самом деле маленькие и вообще все дорого и ужасно. Хотя по факту дорого или дешево зависят лишь от вашего заработка. Если вы зарабатываете 2 миллиона в месяц, то в принципе 8 тысяч рублей отдать за то, чтобы вам выдернули зуб, для вас будет копейки. Если вы зарабатываете 30 тысяч в месяц, то отдать для вас 8 тысяч рублей, это конечно будет много. Но именно для этого видео я взяла цены в нескольких маленьких городах, в больших и сравнила стоимость в Москве и в других городах. И да, конечно, по сравнению с остальными городами в Москве все-таки дороже, как бы ни крути. Спасибо вам большое за просмотр и за то, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, было полезным, интересным или вам просто понравилась я и вы хотите меня поддержать, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Как мы с вами сегодня выяснили, цены в Москве на услуги действительно дороже, чем в регионах. Но это не повод отказываться от своего желания переехать в Москву. Помните, что здесь вам просто нужно будет найти зарплату побольше и все будет хорошо. Хорошего вам дня! Пока-пока!